всем доброе предоброе утро мы с чарли едем на пляж он там за этими домами вот но я еду в парк на пляж и прогуляемся у нас уже 25 градусов время 9 жарче чем вчера вообще не знаю куда это погода катится ну сказали до воскресенья будет так я в принципе и не против вот сегодня утром уже прикол у нас сегодня машину меняют сторонами сегодня же первое число вот у нас с 1 по 16 на одной стороне машины стоят и вот а вторую половину месяца на другой стороне и значит сегодня муж мне говорит с утра встала я кстати очень рано и вообще не поняла спала я или не спала вот очень плохо спала ворочалась даже чарли свалил к мужу кстати это отдельная история почему он свалил к мужу вот потому что он не выдержал моего натиска чарли и ушел всю ночь спал не со мной и в общем утром уже наверное где-то в 7 30 пришел ко мне чарли и начал ну как всегда обниматься целоваться а вот муж дальше приходит и говорит нам часов день я тебе машину поменял типа на другую сторону я вну ладно поменял так поменял вот и уехал я выглядываю на улицу вижу его машину свою не вижу думаю твою дивизию я сказал что я на пляж поеду а его машина меня ключа нету говорю еще звоню им уже с таким наездом я говорю чё за фигня говорю ты же сказал что ты это моё переставил машину я вижу что только свою переставил нет и твоя то стоит я буду где стоит да вон там за углом а у нас там с балкона не видно за каким углом а ты ворона чем уехал он такой ну я сыном я бы понятно я хотела ему уже люлей вставить что он уехал на моей машине а у меня уже планы я уже ночью то мне не спалось есть планировала что я поеду на пляж гулять с чарли пройдусь про их про прогуляюсь он нет вот так вот вот ты всегда начинаешь типа наезжать без знания дела ничего потерпишь все жара такая лето прям вот август честное слово только ветра гандует страсть всю ночь может быть поэтому я и не спала что всю ночь ветра гандул это ужас какой-то шумела шумела все я сейчас конечно открыла дверь одну балконную но не знаю потому что мы уже скоро уезжаем я сейчас буквально погуляю с чарли поеду домой краситься вот пока вот так едем ой кофейку потом надо долбануть где-нибудь у нас дома нет кофе надо кстати купить растворимое закон немножко в пляже видите все пусто обычно здесь когда сезон всего забитком забита а сейчас все пусто несмотря на то что праздники пуэнте ну это типа мост то есть если выпадает праздник в пятницу то выходные идут пятница суббота и воскресенье три дня но я бы не сказала что здесь народу много так вот тут наш начинается парк сюда заезжаем оставляю машину вот тут в тенечке и идем гулять да где там мой зайчик где-то моя сладкая рыбка все стекла мне умазал своим носом своим носом все стекла мне углаздал так жара-жара жара-жара видите не вижу не видно там на той стороне нам видно видите вот полоски все углаздал давай пошли сейчас пакетик возьму парочку и пойдем те как-то вам раньше говорила что в парке иногда вот так вот все перерыто то есть как-то непонятно зачем это перерыто может быть знаете я все говорила что это дикие свиньи кабаны может быть потому что как-то все это разрыто непонятно тут чуть-чуть там чуть-чуть где моя чарли там где-то бегает в общем может быть там какие-нибудь эти кабаны живут сюда пришли порыть землю фиг его знает давно не было моря во влогах хирашит шторм тут почему-то полоска вот такая видимо что-то не знаю загорожденностью никого на пляже нет кстати странно жара невыносимая там альмонья карты вот первая остановка это кладбище так напомните мне чтобы я вам оставила ссылку на меня есть обзор из кладбища если вам интересно здесь вот видите цветы продают каштаны жарят я не очень люблю каштаны вернее точнее их совсем не люблю здесь даже музыка есть в прошлом году по крайней мере было а сейчас не это видите цветы и вот там вход на само кладбище каштанчики интересно почем они будут спросить немножечко вам такое вот кладбище видите там такая вот дырка и туда вот либо гроб либо то есть в стену на кто побогаче вот в землю а кто совсем богатый целые дома выстраивают семейные склепы видите все в цветах пахнет розами а вот и музыка подоспела сейчас будут концерт живая музыка на кладбище играет расслабительная такая музыка спокойная в общем хорошая атмосфера знаете мне это все напоминает нашу пасху когда мы все идем на кладбище так прикольно в том плане что не знаю какое-то умиротворение знаете не просто вот в общем ощущения такие приятные пасха потому что пасха это праздник в общем так мы хотим каштаны купить 3 евро и 5 евро вот такие вот сверточки видите я не знаю купим я одну попробую все такой куручу как здесь говорят 3 евро стоит каштанов жареных мы тут в китайский приехали встретились с Зариной Зуфар и ее муж куда-то ушел и лопаем так много народу ну мы приехали на шопинг значит это вот такая вот ферия типа ярмарки здесь всякие марки продаются и 70-80 процентов мы идем в нашем составе что стесняешься что ли нет ну уже по-моему у нас будет дождик скоро завтра по крайней мере точно выпили спать улились нет он пошел домой с ней она будет спать я буду тарачивать вот здесь все музыка конечно орет так 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 Субтитры добавил DimaTorzok Я бы себе какую-нибудь курточку присмотрела, но что-то здесь как-то все печально И пока ничего не вижу, что бы мне могло понравиться Как-то все более спортивно, что ли, спортивный стиль Не знаю, не знаю, в общем, я, конечно, еще не все обошла Но как-то пока не впечатляет, скажем так Также здесь можно найти всякие подушки Матрасы, сковородки Кстати, вот эта вот сковородка, в которой к ничуть мне не липнет Ух, сколько у него там еды наготовлены По чему они интересуют, там делают все Мин 10, нормально По чему они интересуют? Тяжелая Тяжелая Короче, реклама унесет Вот эта тоже, смотрите, какая классная Ух ты, гляньте, какая у него штука Видали, какая штука классная? Яйцо 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 Если я сейчас хочу делать у него, но мне нравится лук Яйцо А это не какая-то Это же самое тридцать двадцать пять женщин не вырабатывали на него не полет по другому я считаю меня на улице сидели даже наша 30 они тут говорят очень хорошие ну 35 чуть недорого за одну сковородку а женщины пререкламировали а вот постельный бенье разные а вот смотрите этот робот термомик термомикс как у меня только он стоит 1000 с лишним но я купала в лидере 200 с чем-то 230 по моему здесь все есть даже мясо смотрите сало сыры и там пахнет очень сильно пиццей разные цири уже пахнет ими попробуем какие оливки гляньте одну сожрешь не наешься офигеть а вот это вот чичарона жареная шкурка свинины баклажанчики колбаска тут какая-то лотерея там даже для детей вот предлагают колбаску в россии сладкая вот это все я люблю видите какая вкуснятина о май ой че такое как все вкусно меренги гляньте какой здоровая огромнейшие тонусы ой какой тортик гляньте блин как все вкусно все хочу но ничего нельзя так что там колбаса а вот тебе все дороги ведут жиротву это наверно агрегат тоже супер дорогой о даже маша зные эти продают массажные вот женщины набрали всего понемножку и едят там вот еще сковородка точно такой же нам продается или что ой а это что такое вкуснятина это а это наверное рахат луком или что это это что-то типа похоже на фото лукома да это рахат луком вкусный какой слушайте бахлава как все вкусно я спрошу цену и кивали отряд тресенькой энтомали 350-100 грамм сабор деплата учетом туда не зайдет ничего так попробовала пошла дальше вкусно но дорого блин потому что рахат луком он же дорого дон весит много что тоже сковородки продает это мыло пахнет так я уже походила в общем ничего себе не нашла хочу тени купила дома вам покажу и сейчас хочу в торговый центр невада он недалеко находится кстати мне сделали комплимент что я одета круто прикиньте говорят чтобы так одеваться нужен типа вкус я кстати в своей любимой юбке блессированной и в кедах смотрите какие у меня кеды крутые класс сумка в общем мой образ мне очень нравится и не только мне так муж где-то там стоит он не заходил много спортивной одежды много вот такой ну спортивный скажем так вот ну я знаете посмотреть чтобы посмотреть себя показать кстати по похолодало прям заметно утра была прям жара сейчас их прохолодало смотрите видите в чем люди одеты и я у меня еще лето ах лето все я в неваде у нас уже елку поставили прикол смотрите совсем необычно наверное тут и внутри елка представляете уже все навидат навидат новый год в разгаре что-то быстро смотрите какая она огромная елочка заждись я уже привыкла к тому что рядом с елкой стоят пальмы смотрите как красиво правда и а и и и и уже во всю елки продаются уже надо дома я сюда дошла чтобы посмотреть очень посмотреть всякие штучки для дома у меня столько всяких разных штучек и тем не менее я опять смотрю пять евро такая штука чеснокодалка ну недавно купила нравятся мне всякие вот эти штуки но хотела я посмотреть ух ты это для чего а вот не знаете что нужно что такое а для лимона смотрите прикольно как нифига себе в общем вот как раз для лимона такую соковыжималку нужно не нужно а хочу посмотреть о вот она насколько она интересно стоит нифига себе 6 евро что-то мне кажется дорого для такой фигни как вам кажется сейчас скажите все куда бы ни смотрела все ей дорого просто я знаю что есть намного дешевле зачем я буду переплачивать если я знаю что это можно найти подешевле правильно а где кружки то где кружки то красивые где кружки здесь наверное чай будет остывать медленно тут кружки тут кружки мы прибрали все кружки красивые кружки были в этом магазине да вон они всякие с кошариками смотрите вот и большие мне нравятся большие кружки такие что прям пить как пить ну почему нет с собакой с моим чарли вот прям уже с заварником ну это прям слишком большой это мне на целый день а супник смотрите какой классный вообще смотрите какая погода капает дождь народу прибавляется прибавляется в общем я кое-что купила сейчас приеду вам покажу сосед представляете рядом прям стоял ну елку еще не зажгли ну правильно куда октябрь блин такое это прям плеванет у меня все полотенца от парикмахерской на улице стиль машины будем надеяться что у нас не будет дождь потому что несмотря что разница час но температура и погода вообще разные у нас и в Гранаде я буду искать буду искать буду искать буду искать в общем показывать продукт продукт что я купила уже сегодня не пришла ванную смыть красоту и пойду отдыхать в инстаграм выставила фоточку кто-то мне там комментарий прочитал не успел прочитать вот поэтому подписывайтесь на инстаграм и там все все первые новости прям вот как говорится а аль моменту ну то есть самый первый будете узнавать вот завтра рабочий день я так боялась что будет дождь но сейчас смотрю правую передачу ой передачу прогноз вроде бы не будет дождя потому что знаете у меня полотенца все я постирала они на улице сохнут а у меня всего два полотенца осталось а клиенток должно быть море и то есть я сижу думаю как и как вдруг дождя ну все уже вроде бы как не передают но поживем увидим ну так я уже знаете что подумывала из дома везти а куда деваться с чем-то людей надо вытирать головы вот так что обязательно вам все завтра покажу покупок на самом деле не так уж и было много точнее даже мало но все таки вот так что подписывайтесь на канал не забываем ставить пальчики вверх и оставлять комментарии и всем приятных выходных отдыхайте по полной катушке чтобы в понедельник пойти на работу всего самого лучшего всем пока пока